Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как избавиться от скованности в теле? Скованность в теле это стыд или страх. Стыд это подавленные импульсы ваши собственные, их нужно заметить и прожить. Страх это определенная угроза, на нее нужно научиться реагировать. Или определенные желания, которые мы вытесняем. Дальше, если знакомлюсь с мужчинами, они это подчеркивают и заканчивают встречу. Я думаю, что дело здесь отличается в том, как вы себя подаете. Если вы себя подаете так, что вас сразу оценивают, в том числе оценивают вас как женщину, то да, скорее всего, так же и будет. Но если вы будете подавать себя немножечко с другой стороны, например, если вы будете подавать себя с такой, допустим, такой, допустим, позиции, что вы личности, что у вас есть интересы, что вы взаимодействуете с людьми, а не с мужчинами, да, вот, и знакомитесь вы по поводу своих общих интересов, то я думаю, что на скованности просто не будет центрироваться столько внимания, сколько его центрируется сейчас. Дальше. Один смотрел долго в глаза, мне было некомфортно. Он сказал, что видел страх в глазах и что словно он маньяк и боюсь его. Ну, здесь все очень субъективно, вот, то есть, опять же, цель знакомства, цель контакта здесь очень важна. То, как вы устраиваете этот контакт, как вы знакомитесь с мужчинами, в каком контексте вы это делаете и так далее. Но, по-моему, взгляд, вам не хватает именно личностного компонента. У вас здесь как будто бы только гендерный компонент, вот, а вот личностного компонента довольно мало. Я боюсь плохого о себе мнения, мне постоянно приходится вместо наслаждения прогул, прогулка, копаться в себе. Ну, то, что вы боитесь о себе плохого мнения, во-первых, а почему плохое мнение так страшно для вас, да? А чем оно вас так страшит? Начнем с этого. Второе, это ведь ретрофлексия, то, что вы описываете, то есть, ваш страх плохого мнения о себе. Это, на самом деле, такая вот подавленная немножечко история про то, что вы сами можете быть не лучшего мнения о компо. Ну, то есть, это вот, например, да, вы можете быть не лучшего мнения о людях, допустим, да, вот. Вы можете быть не лучшего мнения о, ну, о компо. Вот, и я думаю, что вот этот момент, он, в принципе, в целом, этот момент, он здесь может себя проявлять. То есть, если вы как-то вот запрещаете в себе, да, выражаться, да, если вы как-то запрещаете в себе проявляться, вот, то, естественно, у вас, ну, будет вот такой страх, потому что, коль вы, ну, прячете, как бы, прячете, да, свое мнение, вы прячете, да, не позволяете его, запрещаете его себе, вот, то вы будете думать, что это вот вы боитесь плохого же мнения о себе. Хотя, на самом деле, речь идет исключительно о том, о том, что у вас мнение есть не самое лучшее о людях, вот. Поэтому тут вот надо, как мне кажется, да, смотреть на это вот с этой стороны, с этой позиции. Я часто анализирую себя за мужчину, отсюда сильная, сильная зажатость. Ну, нужно понять, для чего вы это делаете, зачем вы это делаете. Вот, потому что вряд ли это случайно, то, что вы так делаете. Вот, лично я думаю, что, ага, лично я думаю, что это не случайно, не случайно, вот. Ага, и лично я думаю, что, ага, ну, у этого есть вам определенно выгода, вот, как сказать. В частности, это избегание близости, вот, избегание контакта, вот, избегание, вот, я бы сказал, взаимодействия непосредственно, вот, взаимодействия, да, с человеком. Как бы это вот, так грустно, да, может быть, печально не было, но это вот, судя по всему, судя по всему, так вот, это. И, соответственно, вам нужно перестраиваться, конечно, вот, я не буду говорить о том, что это, что это будет просто, потому что, ну, если вы, там, допустим, если вы, допустим, не привыкли, вот, ну, какой-то определенной модели победили, я думаю, вы будете, это, к этой модели тегатить, особенно, если есть какая-то выгода, вот, от этой модели, вот. Поэтому, я думаю, что перестраиваться вам, хоть и будет нелегко, да, но необходимо, необходимо, необходимо это будет делать с вами. Вот, если вы хотите, значит, ну, как-то вот, ситуацию изменить и стать, ну, более, более свободным, да, да. Вот, то есть, тут вот такой момент. Я гуляла с мужчинами, все они хотят свободную девушку без зажимов. Опять же, опять же, здесь вы, на мой взгляд, демонстрируете только одно, здесь вы демонстрируете, собственно, такое обесценивание себя, вот. Потому что свободная девушка без зажимов, без зажимов, это, ну, кто это, что это? Это некое такое, вот, дополнение. То есть, Лафос понимает, как дополнение, вот, не как самостоятельную личность, да, которая, ну, со своими особенностями, да, которая, вот, ценна, так сказать, сама по себе, вот. А именно, вот, как такое, вот, получается, ну, числе не числе не приложение к мужчине. Я понимаю, что вам это может быть неприятно, вот, то, что, то, что я говорю, вот, и я прошу, прошу меня проститься за это, вот, если вам неприятно. Ну, в данном случае я просто говорю, как это воспринимается, вот. Как это воспринимается, да, как это видится со стороны, ну, хочется просто вам помочь, а для этого нужно говорить правду. Меня просто прославит на наш город, как доступно. Не очень понял, каким образом. Помогите, пожалуйста, я хочу быть счастливой, как и другие, менее симпатичные женщины. Ну, как вы видите, свои счастья, вот, почему сейчас, вот, ваше счастье, оно, вот, столь тесно связано с, ну, вот, мужчинами, да. Вот, то есть, это, мне кажется, проблема. Вот, мужчины не хотят быть с таким, как я, с человеком. А какой вы человек? Мне отказалось уже 4 человека из-за зажимов. А, повторюсь, все дело в том, как вы устраиваете отношения, и мне кажется, что вы сами обращаете внимание на это зажим, потому что хотите избежать контакта. Я бы сказал, что у вас страх перед близкими отношениями, вы не вступаете в контакт, с людьми вы прячетесь от этого контакта за анализирование. Вот. И, соответственно, ну, не замечаете, вы боитесь сближения, потому что у вас, очевидно, слабые личные границы. Вот. Ну, и, может быть, присутствуют определенные страхи, типа быть брошены там, тогда все равно нужно смотреть. Вот. А, так что я думаю, что своим победителем вы просто отсидеваете всех, ну, более-менее подходящих кандидатов. Кандидат кандидатов. Вот. А, ну, естественно, вот, выставляют все так, что, ну, я не новатая, вот, это вообще я ни при чем. Вот. Как будто все из-за моих зажимов. А зажимы-то как появились? Вот. Анализ как появился, то есть, ну, то, что вы себя анализируете, как это появился. Появился случайно? Нет. Это появился случайно. Это появилось, собственно говоря, в результате какого-то вашего опыта. Вот. Этот опыт, его тоже необходимо прожить, переформатировать. А, вот. Потому что сейчас, очевидно, он вам мешает. Он вам мешает. Этот опыт. Вот. А, как-то так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что вам это помогло. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Всего самого доброго. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok